Иоанна Златоустова Слово о девстве. Продолжение Какой брак, скажи мне, породил Адама? Какие болезни чадородия произвели Еву? Ты ничего не можешь сказать на это. Для чего же напрасно боишься, опасаешься, как бы с прекращением брака не прекратился и род человеческий? К мытям ангелов служат Богу, и тысячи тысяч архангелов предстоят ему. И ни один из них не произошел по преемству от родов, болезни чадородия и зачатия. Таким образом, Бог, тем более, мог бы и без брака создать людей, как создал Он и первых, от которых произошли все люди. И теперь не сила брака умножает трот наш, но слово Господнее, сказанное вначале. «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» Бытие 1.28 Помог ли, скажи мне, брака в раму в деторождении? Не после ли столь многих лет брачного состояния он сказал? «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным» Бытие 15.2 Посему, как тогда в омертвелых телах Авраама и Сары, Бог устроил источник и корень столь многих тысяч людей, так и вначале, если бы Адам и Ева, повиное заповедям его, удержались от наслаждения древом, познание добра и зла не оказалось бы недостатка в способе, как размножить род человеческий. Ни брак без соизволения Божия не может умножить числа существующих людей, ни девство не может повредить размножение их, когда он желает, чтобы их было много. Но Бог соизволил так, как говорит Писание, из-за нас и вследствие нашего непослушания. Иначе, почему брак не явился прежде обольщения? Почему в раю не было соития? Почему прежде проклятия не было болезни чедородия? Потому что тогда это было излишним, а после стало необходимым. По причине нашей немощи, как это, так и все прочее. Города, искусство, одежда и множество остальных нужд. Все это привлекло и привнесло смерть вместе с собою. Итак, что допущено по причине твоей немощи того, не предпочитая девству, или лучше сказать, и не равняй с ним. Иначе, продолжая эту речь, ты скажешь, что и двух жен иметь лучше, нежели довольствоваться одной, так как это дозволено в законе Моисеевым. А затем ты предпочтешь та же богатство произвольно нищете, присыщение воздержанию, и мщение великодушному перенесению обид. Ты же, скажи, кто-нибудь, охуждаешь все это? Нисколько не охуждаю. Потому что это позволено Богом и в свое время было полезно. Но я утверждаю, что эта маловажность составляет занятие более детей, нежели мужей. Посему и Христос желает сделать нас совершенными. Повелел отлагать это, как одежды детские и неспособные, не прикрыть человека взрослого, не украсить в меру полного возраста Христова. А повелел облекаться в одежды более благообразные и совершенные, не противоречи себе, но вполне последовательно. Хотя последнее повеление больше первого, но цель законодателя одна и та же. Какая же это цель? Пресечь порочность нашей души и возвести ее к совершенной добродетели. Если бы он заботился не о том, чтобы поставить закон высший в сравнении с прежним, но о том, чтобы оставить все в одном и том же виде навсегда и никогда не освобождать от прежней недостаточности, то это было бы делом того, кто весьма противоречит самому себе. И как если бы он узаконил такой строгий образ жизни в начале, когда род человеческий был еще в детстве, мы никогда не получили бы соразмерного узаконения и от такой несоразмерности расстроилось бы все дело нашего спасения. Так и если бы он после долга времени оставил силе на земле руководительство закона, когда время уже призывало к небесному любомудрию, мы не получили бы никакой пользы от его пришествия, ибо совершенство, для которого совершилось это пришествие, не касалось бы нас. Продолжение следует.